Ситуация такая, что когда в мой адрес посыпались оскорбления со стороны Леши Навального, честно говоря, я не ожидал, и у меня было хорошее настроение, а он мне его испортил. Представьте себе, вы съездили в Турцию, отдохнули, или в Италию, или в Египет, куда-нибудь. К вам подходит человек, неизвестный человек, и начинает вас обзывать последними словами, и говорить, ах ты такой-сякой, как ты смел съездить в Турцию на мои деньги, на деньги. То есть, по сути дела, можно каждому бюджетнику, начиная там врачу, учителю, милиционеру, прокурорскому работе, в любой, кто получает зарплату за счет бюджета, сказать, ты ездишь за деньги нахлоплательщика в отпуск, как ты посмел ездить туда-сюда, как вы отреагируете, а у вас прекрасное настроение до этого было, что вы, у нормального человека какая реакция будет, скажите, ну правильно, начали сказать, ты что, того? Тебя продолжают ругать, там, обзывать последними словами, какая у вас дальше будет реакция, скажите, вы как-то попытаетесь этого человека утихомирить, правильно? Скажите, слушай, ну люди смотрят, прекрати так себя вести некрасиво, а он вас продолжает. Ну что, дальше подзатыльник надо давать, правильно? По-другому никак. Когда Навальный меня оскорбил, вот, прячась за интернет-ресурс, я решил его пригласить на поединок, если он такой умный, если он претендует на истину в последней инстанции, хотя ему прокуратура четко ответила, что нарушений нет. Когда Навальный говорит, что я являюсь единороссом, членом Единой России, он глубоко заблуждается. Никогда я не входил в партию Единая Россия. Да, я вхожу во фракцию, я хожу на фракцию Единая Россия, но я не член партии. Интернет позволил таким людям, как Навальный, я считаю, ну, психически нездоровым, позволил им с определенной долей безнаказанности, да, хамить, обзывать, хаять, абсолютно не обращая внимания на личности этих людей и абсолютно не отвечая за свои слова. Я почему поднял этот вопрос, почему я вызвал Навального на бой? Потому что я хочу, чтобы все поняли, что мало того, что Навальный болтун и дешевый популист, он еще и трус. Навальный не привык, как и многие его, так сказать, друзья по интернет-сообществу, не привык отвечать за свои слова. А за свои слова нужно отвечать. Я так считаю. Меня так воспитали. Как политик, как опытный политик, я считаю, что не надо было снимать Роман Кириллович. Это мое личное мнение. Потому что ситуация после его снятия, конечно же, ухудшила. Это была ошибка. Снятие Романа Георгиевича Гребенникова – это была ошибка. Серьезная административная ошибка региональной власти.